Добрый вечер! Будем начинать, но ждем все людей, но тем не менее, может быть, для меня в формате такого тестирования вопроса к аудитории по поводу публичного искусства. Я понимаю, что в контексте лекции все будет расставлено, определение данной, и погрузимся мы с вами в западноевропейский, белорусский контекст, что является целью лекции, пабликарта в белорусском контексте нулевых. Но тем не менее, вы пришли на лекцию, у вас есть какие-то представления о том, что же такое есть публичное искусство? Я понимаю, что искусство, которое решительно на взаимодействие с публикой непосредственно, где публика является частью пространства, которое создает художник. Так это же может быть и в галерийном, и в галерийном пространстве в том числе. Ну да, но искусство с галерийном нацепи на то, что он выходит из музея, выходит на улицы, и начинает распространяться в обыденную жизнь. Поэтому я думаю, что где-то может в этом направлении быть и... То есть ключевое слово здесь в взаимодействии с публикой, да? Как бы с публичностью в открытом городском пространстве, грубо говоря. Да, в городском или культурном, грубо говоря. То есть это неважно, да? То есть место имеет значение. То есть это может быть и галерея, это может быть и, соответственно, городской области. Ну, наверное, нет. То есть как трактовать, то, что разные какие-то желание, без какого-либо эффекта используют, либо галерея, либо какой-то городской святой, это очень многообразно. То есть это в том числе может быть некий объект, да, вынесенный на широкую аудиторию? Я думаю, да. То есть публичное искусство, вернее, пространство для публичного искусства, это большая широкая аудитория? Ну, извините, мы идем на какого-то этих целей хочется, но мы специально. Да, может быть, кармельная цель. То есть мы здесь как бы идем напрямую, да, то есть музей, галереи, какие-либо такие вот, да, как бы пространства, где производятся, да, вот эти вот высказывания художника в том числе и, да, грубо говоря, белый клуб, это тоже публичное пространство, да, то есть цирки, театры, галереи, музеи, это публичное пространство. Ну, как вы, допустим, понимаете? В какой степени я хочу. А в какой степени? Ну, то есть как бы галерея, она направлена уже на какое-то конкретное, значит, значит, созидноточение каких-либо контекстов, смыслов. А публичное пространство, более обобщенное, более каотичное, когда человек встречается с искусством, не галерея, он воспринимает его, может быть, несколько более непосредственно, более неожиданно в этом может быть, в его особенности. Ну, то есть я так понимаю, что вот в вашей вербеле ключевое слово является неожиданно, да? Ну, публичность, неожиданность, в общем, не галерея, конечно, скорее всего, мне кажется. Ну, наверное, какие-то публичные места, где могут быть либо скопления людей, ну, то же самое, как вот он в Байнасе делал свои, да, работу, и, конечно, он ценно был на какую-то, чтобы представить публике свою работу. Там, для этого, конечно, он выбрал в Великой горе и улицы, и различные варианты. Это тоже другое, да, немножко, то есть это как бы это стрит-арт, собственно, да, с чего все начинало, да, это его такая великтимизация, или, скорее, даже коммерциализация того, что он делает. Да, коммерциализация. Да, коммерциализация. Ну, я думаю, что он может быть искусствовать в каком-то степени под кубличием, как бы он делает. Угу, угу. Да, это так. То есть это не зависит от места, это зависит только от послания художника, и, соответственно, от как бы аудитории, та, которая его воспринимает. Ну, мы все готовы, или мы еще пришли? Ну, мы все начали. Устала ждать. Не, ну просто было бы интересно, да, вот изначально просто, как бы узнать у людей какое вот ожидание какого термина изначально. Потому что есть определенные как бы трактования, да, этого определения паблика, и как оно зародилось, как оно трансформировалось, да, в течение, допустим, там, сорока, там, пятидесяти лет истории своей, да, какой такой вот наиболи там яркой, где точка отсчета, как мы можем эту точку отсчета обозначить, и каким образом мы можем потом вот это понять, этот термин, погрузить в белорусский контекст и как бы адаптировать его, или каким-то образом выделить, да, вот свое, как бы здесь конкретное, местное, тотейшее, да, понимание этого термина паблик арты. Потому что, в принципе, наверное, какого-то такого вот определения зафиксированного у нас еще не выработалось, его еще нет, да, более того, последние, там, сорок лет истории современного русского искусства, я имею в виду именно современного, не, ну, как бы, не профициального, не того, что, как бы, преподается, там, да, как бы, в академиях, в школах, и то, что мы имеем, как бы, уже артикулированно, да, то есть, в принципе, этого исследования еще такого вот эстонального не проведено, и вот этих вот рамок и границ не выявлено, по большому счету. И, как правило, фактография здесь очень-очень бедна, очень-очень проблемна, да, вот, опять же, готовя лекцию или занимаясь исследованием, в том числе и на русском фабрикат, да, на русском контексте, это было всегда очень сложно, или просто даже современное искусство, допустим, если мы берем точку отчета 70-е годы, тоже очень сложно выявить фактографию. В основном остаются, как бы, люди-свидетели, это, в основном, мифологизированная история, передаваемая из уст в уста, потому что, как правило, это и очень, как бы, ограниченные архивы, да, как бы, вот, личные архивы людей, которые фиксировали те или иные, там, не знаю, выставки и так далее, и, как правило, это, конечно же, не систематизировано или просто даже утеряно и потеряно. И поэтому, какие-то, допустим, работы, какие-то картинки и фотографии, да, которые вот вы увидите сегодня, это то, что вот редкое, то, что осталось, то, что удалось выводить, выловить. С одной стороны, такая вот жизнь без истории, вне истории, да, она, как бы, мультиплицирует огромное количество, то есть основа для мультиплицирования огромного количества вот нарративов, да, в том числе версии этих самых историй, но в итоге это никогда не некий окончательный вариант, да, потому что, как правило, исследователь, он должен опираться на фотографию, на доказательства, да, все очень просто, да, вот была такая выставка, вот есть фотография, есть документ, ну и так далее, да, он состоялся зафиксирован, да, в материальной памяти, просто в памяти людей. Вот, поэтому с этим, с самой фотографией, с самими, там, фиксацией того, что происходило, очень-очень сложно. Есть свидетели, но у свидетелей есть разные интерпретации этих событий, разные подходы к этим событиям, разная их оценка. И, исходя из этого, получается такая вот очень, очень такая неодородная история дороского современного искусства. Оксана, можешь начинать? Я думаю, да. Спасибо. Ну все, как главный человек сказал, что да, все можно, и начнем говорить. Сегодня мы с вами поговорим о публичном искусстве, и здесь, наверное, имеет смысл, как я уже как бы отметила, да, начинать с истории этого термена, как он развивался, откуда все это дело пошло. И, таким образом, вот это вот понимание, да, как бы оформившегося термина определения в Западной Европе, в Америке, мы можем адаптировать или можем применить в, как бы, следуя, да, артикулируя наш белорусский контекст. И, значит, лекция будет строиться таким образом. Мы начнем с нескольких таких классических, да, некоторые ставшие культовыми примерами очень разных интервенций в публичное пространство. В принципе, здесь, наверное, в большей степени я буду ориентироваться на понимание публичного пространства, это равно городское пространство. И поэтому я вот и спрашивала изначально, да, как вы обрисовываете вот эти вот рамки, границы, когда вот заканчивается, где начинается, где заканчивается, да, форматор деятельности художников, именно занимающихся публичным искусством, паблика. И затем мы чуть-чуть вглубимся в историю. В большей степени мое, как бы, допустим, по воспитанию нарратик, будет связано с ситуационистским движением в 60-70-х годах, как бы до 80-х. И потом мы начнем, опять же, с 80-х-90-х годов русского контекста, то есть на примере уже конкретных интервенций художников в то время, да, как раз таки вот в это приключенное городское пространство. Мы попытаемся с вами выйти вот к этому самому определению, что есть паблика в Беларуси, на какой момент, и каким образом мы можем идентифицировать понимание этого термина в нулевых и, допустим, сегодня. И мы начнем с того, что сам термин публичное искусство, принято так считать теоретиками, историками искусства, появился в 60-е годы в Западной группе Америки и в большей степени он был связан с освоением художниками именно городского пространства, городской среды и взаимодействия с ней. Это, с одной стороны, рассматривалось в качестве некой альтернативы, привычным, традиционным для производства высказывания художниками галерейных, музейных пространств, да, а с другой стороны, это было неким такой, как бы, сферой социально-культурного и политического высказывания, и даже в большей степени политического высказывания, то есть протеста. Здесь, наверное, имеет смысл вспомнить, и местно будет вспомнить вот этот пик активности молодежных выступлений, движений, протестов в 60-х годах, да, 68-й год. Это восстание, это волнение студенческое, связанное, да, как бы с такой институцией, как Саргона. И в данном случае здесь вот этот протест, вот этот вот, как бы, как бы, очень критическое, да, вот это высказывание было в большей степени акционистским, связано с критикой экологической и политической и экономической и социальной направленности. То есть они выступали вот с критикой капитализма, расизма, общественного потребления, ну и так далее, собственно. Вот такой вот ряд вопросов, которые в тот момент очень был живо, не только обсуждаем, но против которых очень живо выступали. Итак, начнем мы, наверное, с, как я и обещала, с таких, в какой-то степени культовых и классических примеров публичного искусства. Первый слайд – это австрийская художница Вали Экспорт, которая как раз таки здесь в процессе перформанса, это тактильное кино. В данном случае, ну, чуть-чуть скажу про Вали Экспорта, она работала и работает в очень таких разных медиа, это и фотография, это и скульптура, и компьютерная анимация, соответственно, телесных вот перформанс, вот в контексте которого вот этот слайд будет сделан. Эту ее работу можно в какой-то степени обнести к жанру Рашининого кинотеатра, в принципе, медицинского, и в рамках которого до некоторого предектора такого абсурда, такого логического предела, если можно так выразиться, художница доводила вот эту вот критику способов функционированной современной масс-культуры. И, в частности, вот это кино, в роли которого она сама и выступала, то есть сама художница была вот этим вот в медиа, показывалась в открытом пространстве и была проявлена некая такая активность или же интерактивность к аудиториям, такая вот теория возвращенного взгляда. Ну, сам перформанс, он как бы был прост, он заключался в том, что обнаженный художник надевал на себя вот этот вот каркас-коробку с шторками, ну, такой телевизионный, как сказать, телевизор, грубо говоря, да, особо символизирующий вот этот вот объект, и к ней ее тело нельзя было видеть, но к нему можно было прикасаться. И таким образом, проходя по городу, все желающие, кто хотел, мог к ней таким образом прикасаться, то есть своего рода такой вот маленький театр, такой маленький кинотеатр, кино. Этот перформанс проходил в десяти странах с 68 по 71 год и, собственно, стал культовым не только в истории публичного искусства, но в том числе и в истории хменистского искусства. Следующий слайд – это тоже какой классический пример, упакованный рейстак, наверное, так или иначе вы его все видели. Дело в том, что вот это вот использование ткани, драпировки достаточно часто фигурирует в различных художественных высказываниях от эпохи возрождения. То есть мы можем вспомнить такие классики во фресках в картинах до, собственно говоря, сегодняшнего дня. То есть напрямую, да, вот отпечатывая, фиксируя это. Где-то вот в порваторе этой проблематики вот два художника, Христо и Жан-Плот, они, собственно, и этот проект реализовывали. Плюс сюда еще можно включить и контекст места, и контекст самого этого здания, рейстак. Так или иначе, расположен в таком достаточно открытом пространстве, он уже носил некий такой метафизический характер и всегда являлся в какой-то степени обхотом демократии, да, с самого своего, со дня строительства середины 19 века, претерпевал огромное количество различных изменений. Это, наверное, одно из последних изменений, которые делали с ним уже художники. А так это было... В 33-м году он был сожжен, в 35-м году он был полностью разрушен, в 60-е годы он был восстановлен. Но так или иначе, художникам потребовалось 20 лет для того, чтобы добиться легитимизации вот этого акта, соглашения с... То есть на уровне Бундестага принималось решение о том, чтобы вот такую интервенцию и такую инсталляцию сделать. И важно здесь тоже отметить то, что художники не воспользовались никакой красовой помощью извне. Там не было ни спонсоров, ни знаний, которые финансировали проект. Проект, на самом деле, реально очень глобальный и дорогостоящий. Деньги были собраны за счет продажи моделей, скетчей, предварительных рисунков, а также, собственно, литографии, авторами которых являлись эти два автора. Проект состоялся и стал действительно одним из таких, ну, программных или важных в истории пабликарта. И если первые два проекта нацелены в большей степени первым на критику масс-культуры и прямое взаимодействие с как бы аудиторией, да, с публичностью, в прямом смысле этого слова, предыдущий проект скорее коннотировался некой историей, с чисто такими художническими интенциями, то этот проект в большей степени коннотирует касание специфик, да, то есть как его искусство, вписанному в среду. И в данном случае это проект Даниэля Бурена, который очень известный, «Витаскин» называется, или же «Колонны Бурена», как он был идентифицирован в Париже, то здесь художник работает уже с контекстом самого этого пространства, как с историческим, так и с архитектурным, который, ну, синхронизирован с ним по времени и во времени. И в данном случае действительно возникла очень серьезная дискуссия, насколько современное искусство может внедряться вот в такой как бы очень важной исторический и архитектурный контекст города. Некоторыми воспринималось это как интервенции, как некая угроза целостности вот этого объекта, а другим же, наоборот, как некая актуализация, да, вот этого исторического памятника. И, ну, вот такие вот три проекта нацелены на совершенно как бы разные, и интегрированы совершенно разной средой. И, наверное, вот сейчас чуть-чуть мы вернемся назад, с 80-х и 90-х мы убивимся в 60-е годы. Это связано с движением ситуационистов, такое художественно-политическое движение, вот таким знаком или маркером в городе, в которых, да, выступали вот такие вот граффити ситуационистов. Это такие лозунги, иронические замечания. В данном случае это очень такая нейтральная, нейтральная высказка, мне не ограниченно наслаждайтесь. Здесь, конечно, ну, наверное, вы знаете, да, движение ситуационистов, оно как бы напрямую связано с простестным малодушным движением, с одной стороны, с другой стороны, с различными философиями и практиками органистическими, связанными с городской средой. Ситуационисты выделяли несколько как бы назначений определений городской среды, и в основном они брали за основу точку отсчета именно город, потому что они давали возможность ему и развиваться, изменяться, интегрироваться в различные степени контекста. Они считали, что как бы сельская местность или деревня в большей степени может урбанизироваться, да, то есть как бы других развитий, других сценариев развития они не видели. И в данном случае они понимали город как живую среду, в которой возможны и модерирование различных дискурсов, нарративов, различных, интегрирование различных слоев. Они воспринимали то же самое, как пространство для эстетического и творческого, как бы творческой реализации, в том числе и различных художественных арт-практик. И, конечно же, воспринимали в том числе как и пространство для возможных революционных изменений, потому что социалисты в большей степени были, конечно, ориентированы на как бы социальные революционные изменения, основанные на критику капитализма. И в данном случае одним из таких как раз неизвестные, неизвестные такие анонимные художники, граффитисты даже скорее всего, скорее не художники. И вот здесь как раз следующий слайд, пример такого, наверное, как бы в какой-то степени лидера или очень важного художника, который пришел как раз-таки из художественной среды, используя художественные арт-практики, рисунки, публичное пространство, очень действительно серьезно повлиял на развитие французского постера, да, плаката. Плаката – это вот Эрнст Миньон Эрнст. И в данном случае его рисунки, они были такого анархического содержания. Он выступал с критикой труда, с критикой личностного, как бы эмоционального настроя человека, живущего в городе, в городе, в котором вытесняется какое-либо как бы вот эта вот интимная зона, да, приватная зона, в которой давлеет власть и власть со стороны самого, это построение структуры города, это улица, то есть это имеется в виду архитектурный рисунок города. Это город, который возник именно из как бы интенций такой электризированной, как бы военной направленности, да, то есть вот город как крепость, город как нечто такое воинствующее, с одной стороны. город, который дефлексирует не столько производство вот этих самых там нарративов снизу, да, ориентированные на то, каким образом люди, жители этого города воспринимают это пространство и его артикулируют, не то, каким образом власть, да, которая вот в данном случае модерирует и сетку и структуру самого города, его архитектурный рисунок, в том числе и все, что как бы связано, весь контент, который как бы виден и который производится так или иначе внутри города. и постепенно, вот так вот, проходя вот эти вот основные, ну, на мой взгляд, позиции, которые дали публичному искусству определению этого термина в контексте как бы западной Европы, в данном случае мы увидели Париж 60-х, 70-х годов, мы посмотрели, каким образом очень, очень по-разному художники сами, художники формулируют это пространство и высказываются в нем, соотносясь с историческим контекстом, соотносясь с архитектурным контекстом и опять же с той ментальной средой, которая модерируется в городе как бы из разных перспектив. Вот мы подходим к белорусскому контексту в 80-х, 90-х. Дело в том, что в одном из выставки я специально дала такую вот картинку, это фотография, это вот документация хэппенинга белорусского климата, который был реализован в 80-х годах аэронахты, в котором как бы художники создают некую миф, некую легенду того пространства, в котором они находятся, сканируя его исключительно как некий такой вот визуальный эффект того, что ничего нет в пустыне. Да, и в этой пустыне, как-то в пространстве нигде, как люди из ниоткуда и в никуда, вот они каким-то образом формулируют, насыщают его своими контентами, своим содержанием, своим коррективом. Очень часто, я, по крайней мере, от своих коллег, и вообще-то очень принято считать, что у нас в Беларуси, вот в Минске есть, наверное, ничего, ничего нет, да, то есть выражаясь словами Лёши Лунёва, Нишова Няма. Это вот Нишова Няма с конца 90-х годов, когда проект этот был в нём реализован, вот до сих пор почему-то вот этого у нас нет, публикарта у нас нет, современного искусства у нас нет, вот некая такая чёрная дыра, белые пятна, которые ничем не заполнены, и вот этого Нишова Няма. На самом деле это тоже, наверное, как мне кажется, очередной миф, очередная как бы легенда, которая, с одной стороны, мне кажется, в какой-то степени опасна, а с другой стороны, она как бы так стимулирует, или, допустим, провоцирует, да, всё-таки посмотреть эти белые пятна вскрытия, вот эту вот, убрать эту завесу Нишова Няма, и посмотреть, что же на самом деле было, и что же на самом деле есть, потому что ничто ниоткуда не появляется, и то, что мы имеем сегодня, те практики, эти художники, те пространства, которые сегодня формулируются, модерируются, вот в первую очередь художниками, они ниоткуда не появлялись. И в данном случае как раз-таки начало 80-х я взяла за некую такую вот как бы основу, такой вот пункт отсчёта, точкой отсчёта. Конечно же, и до 80-х было что-то, да, и даже не что-то, а было многое, но, наверное, для анализа контекста нулевых годов, да, всё-таки в большей степени, мне кажется, имеет смысл говорить о 80-х, поскольку это именно то время, Аминск был тем пространством, в котором вот этот вот тут свободы, который летал, он действительно результировался и реализовывался в конкретных акциях и конкретных интервенциях, в том числе и в городское личное пространство. Это одна из стратегий, одновременной практики, нового белорусского искусства по определению Ивлалия Домоновской, это польский куратор, на тот момент очень активно взаимодействующий, как бы именно связывающий Варшаву и Минск, она окрестила вот это зарождающееся, в тот момент существующее искусство, как новое белорусское искусство. Так вот одной из стратегий и практик вот этого нового белорусского искусства появилось художественное внедрение в именно городское публичное пространство. И в данном случае здесь была не столько проблематизация то социально-политического контекста и порядка существующего, но скорее демонстрация некого творческого акта, то есть реализация себя в публичности, то есть демонстрация некого изображения, некого продукта, произведенного в публичности. Перед вами выставка, как сам Владимир Кофенов выразился, на задворках ВДНХ в Минске в 89-м году. Это выставка группы «Провинция». Группа «Провинция», наверное, вы все замечательно знаете, это группа, объединяющая фотографов новой волны, новой белорусской фотографии. Кстати, в этом году произошла достаточно важная, на мой взгляд, события. Выставка как раз-таки вот этого среза 80-90-х годов. Это была фотографическая выставка, как раз-таки посвященная людям, которые в том числе и владели в Провинции. И Владимир Кофенов, и Сергей Кожемякин, и Игорь Савченко. Вот такая большая выставка была показана в Петербурге, в музее фотографии, если я не ошибаюсь. Не помню, как забыл, как точно называется. Вот. Еще одна выставка той же группы, уже в парке Янки Купала. Но не только фотографы в то время были действительно очень-очень активны и формировали как бы свою, немножечко такую как бы закрытую и отделенную в белорусском арт-поле, как бы среду или как бы свою комьюнити, но в том числе и вот эти самые неформалы, как мы сейчас называем белорусский авангард в 80-90-х, делали свои выставки и выходили в публичность. Вот, например, эта выставка в Троицком предместе в середине 80-х годов и Геннадий Хацкевич со своими работами в Троицком предместе. Что самое интересное, выставки эти устраивались, как правило, в дни города и полулегально, полунелегально, полусанкционировано. Дело в том, что в это время как раз в Троицком предместе в дни города организовывались выставки продажи русских декоративных художников, которые занимаются декоративным преподаванием искусства, премесленников. Они там, как правило, там продавали, показывали работы там и салуги, и сделива, ну то есть вот такие сувениры. То есть возможность заработать, поскольку в 80-е годы плынули иностранцы, в том числе и в Индии, вот такая возможность будет заработать. Так вот, когда тогдашний председатель союза художников пришел и увидел вместо привычных клячиков и соломенных игрушек, увидел вот это вот неправильное и враждебное искусство, оно тогда таким образом воспринималось. Конечно, эта выставка была разогнана. Через год мы пытали еще раз эту выставку, но уже опять же на набережной парка Янки Купалы, и тогда вмешалась и милиция туда. Но что самое интересное, на защиту этой выставки стали прохожие, которые просто прогуливались в парке и были такими свидетелями того, что происходило на тот момент. Выставлялись тогда и Ольга Сазыкина, и Сергей Малишевский, и Виктор Петров. Виктор Петров вообще рисовал прямо на стенах своей работы. И вот Геннадий Хацкевич, Александр Иванов, он присоединился уже как раз таки на набережной туда. На сегодняшний день это один из коллекционеров белорусского вангарда 80-90-х. В его коллекции как раз таки достаточно много работ того времени и как раз таки вот этих художников. Но тем не менее вот такие темпоральные выходы в город скорее были не некой такой тенденцией, не некой такой тактикой, которую использовали художники целенаправленно, а это некой такой объективной необходимостью, поскольку возможности выставляться, допустим, во дворце искусств или в галереях государственных не было. Такое искусство мало того, что не было как бы востребовано там, но оно было скорее даже таким неоткрытым, но таким скрытым запретом. И в данном случае художники использовали уличные вот эти вот выставки как возможность как бы высказать, да, показать свои работы. Но в том числе они использовали и заброшенные здания. Вот одна из таких важных выставок того времени, это восемьдесят седьмой год, выставка «Перспектива». И здесь как раз-таки вы можете увидеть, вот, наверное, на этом слайде, тут вот и объект Цеслера, и Вочинка, одной из первых таких, работой с объектами как таковыми, потому что то это по времени, и Сергей Вочинка, и Владимир Цеслера, и они занимались живописью. Вот, ну вот такой вот, как бы, одно из таких первых высказываний. Вот на втором слайде можете видеть и Алексея Жданова слева, и Андрея Блисанова, и Алексей Жданов уже ушел, уже давно ушел, уже был умер, а вот Андрей Блисанов, так же, как и Александр Иванов, на сегодняшний день является. Наверное, вот это два таких крупных коллекционера, у которых есть вот искусство, его называют «Конконформистки», ну, «Зарусство Валангарда», в 1890-х годах. Таким образом, если формулировать понятие публичного искусства, то уже в таком вот взрослом контексте, как в позднее советское время, мы можем говорить о том, что вот именно публичное искусство и публичное пространство, оно стало не столько полем для коммуникации, в котором производится некое высказывание, и даже, может быть, не совсем корректно говорить, что там нет мнениями. Это было просто возможность высказывания как такового, какого-либо высказывания. То есть такое вот стимулирование и модерирование вот этих вот зон публичности, как бы их выдерживания, и скорее это не было стратегией, импенденцией искусства того времени. Скорее это было только производство высказываний, и даже не в таком критическом формате, потому что искусство того времени, оно было больше такое вот герметичное, замкнутое на самом художнике, на его как бы личности, на его неком газисоциальном переживании, нежели там на социальном или же политически ангажированном. Но, тем не менее, можно говорить о том, что уже тогда была попытка сформировать некое консолидированное, некое такое солидаризированное поле, арт-поле. Это были и неформальные организации, которые формировались вокруг, вокруг лидеров. Игорь Кушкуриньевич – это группа Pluralis, Артур Кринов – это группа Бло. То есть на самом деле вот эти вот попытки оформления этой среды некую такую консолидированную арт-сообщества предпринимались уже с начала 80-х годов. Но, тем не менее, первые же попытки опять же формализировать, зарегистрировать каким-то образом, легитимизировать эти организации, они заканчивались таким вот распадом. То есть уже к концу 90-х, к середину 90-х годов большинство из этих неформальных групп прекратили свое существование. То есть их объединения носили такой вот попоральный, очень временный характер, ориентируемый на проведение каких-то совместных выставок или же поездок на те же самые выставки за рубеж. Как раз таки это время, 80-е годы было. Начало 90-х было очень активным для доросских винских художников. Они много ездили, много приглашали где. Это было Париж, и Франция, и Италия. Это было Польша в том числе. То есть, в принципе, это искусство становилось не только интересным здесь, но искусство становилось востребованным и коммерчески успешным за рубежом. Одна характеристика, которую можно дать искусству того времени, это тот поток информации, который хлынул в начале 80-х годов, был связан с вот этим вакуумом, в котором жили художники того времени. То есть, на самом деле, не информация о каких-то модернистических тенденциях, каких-то связи с классическим авангардом. Всего этого было очень мало. Но оно было очень в таких ограниченных кругах, ограниченных таких вот дозировках. Основными людьми, которые такими связующими нитями между бутарц-сообществом, допустим, минским и тем же самым питерским, московским, их было очень мало таких людей. Вот Виталий Чернобрисов, Хим Кадеев. Хим Кадеев, которые каким-то образом этот связь осуществляли и привозили литературу, даже просто какие-то книги по модернистскому искусству, это было действительно открытием, это было действительно очень и очень важным на тот момент событием. И как раз таки это очень явно было рефлексировано и было потом воспроизведено во самих работах, в том числе вот «Тритальный перформанс» Людмилы Русовой и Игоря Кушкуревича, посвященные, сделанные в контексте выставки «Казимир Малевич, 110. Воскрешение Казимира». Он проводился несколько раз в 1988 году во дворце искусства, в выставочном зале союза художников в Витебске. Проводился также и в Минске во дворце искусства, прямо на подходах, можно сказать, на улице перед дворцом. И как раз таки вот эта вот связь, оборванную в течение 70 лет невостребованную, была попытка восстановить и продемонстрировать. Очень много в творчестве как Людмилы Русовой, так и Игоря Кушкуревича было связано именно с темой классического авангарда. Возвращаясь к теме, о котором я вначале упоминала. Это очень скудная фотография. Это, с одной стороны, большое количество ивентов, которые инициированы были художниками, в данном случае это «Белорусский климат», арт-фольгруппа «Белорусский климат», как они сами себя называли, как они сами себя идентифицировали, ассоциация. Дело в том, что ребята проводили огромное количество интервенций в городское пространство в качестве площадки для проигрывания своих сценариев, формирования своих нарратилов, своей мифологии, внедрения этой мифологии, этих историй в историю города. Было огромное количество. Но, к сожалению, ни одной фотографии с того времени у них не осталось. Это, с одной стороны, конечно, поражает, допустим, от меня, но, с другой стороны, наверное, в какой-то степени очень-таки логично. Во-первых, об этом не думали. Во-вторых, это были такие, как они сами говорят, спонтанные, не готовые, не подготавливаемые интервенции. Поэтому вам придется меня просто прослушать. То есть я вот расскажу буквально о нескольких. О славе, которые есть и которые остались, это как раз-таки специально сфоксированные, специально сфотографированные хэппи-линги. Ихэппи-линги, которые проводились недалеко от Минска, в Заславле, на песчаных карьерах. Ну, это, в принципе, такая действительно характерная картина для белорусского климата. Белорусский климат и покорение белорусских пустынь, белорусский климат и аэронавты. Это вот такие ландшафты с песком, это такие пустынные ландшафты, которые, все действия, которые там проходились, они не были погружены в публичность. Они были погружены косвенно в публичность. Потом, когда уже фотографии были сделаны в выставочном пространстве, опять же, в этом самом галерейном пространстве, музейном пространстве, делали в тотальной инсталляции, как правило, и частью которых были как раз-таки вот эти документации этих перформансов, этих копилингов в начале 90-х годов. А сама ассоциация, сам белорусский климат начал свою историю с 86-го года. И ребята действовали на таком буквально небольшом питочке в центре Минска, включали несколько улиц, в которых они очень активно взаимодействовали с прохожими, с людьми, которые живут в центре города. И в большей степени это было связано с провокацией, такой вот очень эстетичной, с одной стороны, но с неким таким неожиданным объектом, с которым сталкивается человек, житель в своем дворе, в своем городе. Это и шествие в масках, такая вот карнавальная культура, что, о чем, для чего. Нету картинки, очень сложно, да, поэтому как бы интерпретировать. Когда, допустим, вот Филыч Мой сам рассказывает о том, что они делали, какое-то объяснение, вот для чего, да, вот они надевали маски или одевались в костюме, костюмы черноармейцев, ой, господи, красноармейцев времен гражданской войны, и вот в этом камуфляже выходили на улицу и то ли пугали, то ли провоцировали, да, как бы людей, которые проходили мимо, как бы не отдает. Но с другой стороны, вот такая вот, вот такая вот с одной стороны карнавальная культура, с другой стороны, такая псевдоапевтичная, псевдонародная, вот такая сказкотерапия, наверное, да, это, возможно, производство некого такого своего, как бы своего сюжета, своей истории в городе, в котором как таковой истории нет. Дело в том, что действительно такая травма у Минска заключается в том, что как-то не выработалась там, не зафиксировалась там вот эта легенда и мини, мифа, не было таких ярких, наверное, как, допустим, в том же самом Париже, мы можем говорить Париж Эдикбя, мы можем говорить Париж Пуссена, да, там, 19 века, мы не можем говорить что-то такое вот арминское, да, то есть и здесь, наверное, в какой-то степени ребята предлагали вот свои истории, да, в городе, в пространстве, в котором так или иначе эти истории не сложились. И это было связано из, наверное, как бы, в этом вот противопоставлении себя некой такой вот директивной, в какой-то степени административной, четкой, административного четкого режима, которые были в тот момент, да, и в сей день в Минске выявляет определяющим. И то, что касается конкретно акции, то это были и «Семь чудес света», они их называли «Семь неофициальных чудес света». Как правило, по ночам, как правило, иностранных туристов. Ребята вовлекали в свои траектории свои маршруты и показывали, рассказывали, оживляя какие-то архитектурные, незначительные там памятники, какую-то там прожавевшую трубу или какую-то дырку в тротуаре, там, в земле, оживляли, наделяли какими-то смыслами. Минское эго, допустим, или сражение, битва со Солотыми, какими-то чудовищами. Ну, то есть такие вот псевдосказочные, псевдонародные сказки были сформированы и были ретранслированы во время вот таких вот небольших экскурсий. Это как раз фотофиксация хэппи-инга аэронавты в 1991-м году. Сколько человек было у них на русском климате? Сколько их в общей сложности людей сейчас? Ты знаешь, там все время у них так варьируют. Ну, как бы основные, это вот Дмитрий Стротцев, Филипп Чимей, Игорь Митек-Корузум, Ирина Сухи. Как раз таки вот ей были... Как раз таки ей была бы насуществлена основная фотофиксация этих экскурсов, этих хэппи-ингов заслабленных. Валя Гришко. Но Валя Гришко, это как раз таки выступал с Дмитрий Стротцевым основными такими сказочниками. Вот они формировали вот этот вот сюжет, они разворачивали маршруты, они придумывали и оживляли вот эти вот городские коммуникации. И Дмитрий Стротцев, мне кажется, вот очень таким важным моментом в их творчестве, если можно так сказать, было безусное кино. Мне кажется, вот именно на этом и в какой-то степени и строятся экстратеги, когда без съемок, без прописанных сценариев, без разданных ролей, без камеры, без монтажера и режиссера проигрывается и воспроизводится кино, когда человек выступает в качестве автора, в качестве транслятора, в качестве главного и главного действующего лица. Ну, такое безусное кино. А в чем был смысл покорения? Покорение внорусских пустынь? Ну, на самом деле, как мне это объясняли ребята, что можно делать, когда громадная толпа людей, и там же не пройти, не разыграть сцены, которые вот они... Как правило, это была, конечно, импровизация. Как правило, вот они приезжали, они как бы распределялись, одевали костюмы и шныряли по этим пустыням, покоряли белорусские пустыни. Но опять же, в Беларуси нет пустыни, это тоже в какой-то степени создание некой легенды, что где-то под Минском есть такое вот пространство, которое вот они покоряют, выживают, сражаются с какими-то мифическими... У тебя же, по-моему, была самая прессовая встреча с доступными, какими-то миниатерами, да? И уже им вообще какой-то документации нет? Уже... Знаешь, да, на самом деле, это была очень большая проблема, потому что, когда я делала исследование именно по тому, каким образом они работают с городом, вот этими разными слоями, как они в этот вот очень такой вот как бы ограниченное герметическое пространство вписывают в свои приватные личные истории, как они моделируют это взаимодействие с как бы с прохожими, с жителями. Было очень тяжело с ними работать, потому что нет, ничего не спрашивая у нас в годах 80-х, в годах 90-х, этого ничего нет. Есть какие-то, остались фотографии, которые скорее связаны с такой вот, как бы, такой тусовочной частью, которая тоже была очень как бы важна и была там частью жизни, в том числе и городского климата, когда там в кафе на Красной собиралась какая-то тусовка. Ну, сегодня мы идем к цирку и там будет какой-то, какой-то перформанс. Люди как бы собирались, а, ну, вечером будет, ну, пойдем. Или там завтра будет концерт под мостом, вот они там собираются и идут. Ну, то есть такая передача информации, такое сарафанное радио, которое сосредоточено вот в каком-то конкретном месте. Ну, я думаю, что это было тоже таким моментом. Ну, у них действительно вот оттуда какие-то фотографии остались. Вот что-то там как-то где-то каким-то там зафиксировано. На самом деле тоже для меня это было странно, поскольку в основном там, в Белоруссии их знают, как люди работающие, художники, работающие с фотографией. Вот. И тот же Витек Корзун, и тот же Чмир, который вот сейчас выставлял на последние вот выставки, именно фотографию. Ну, это не поддается никакому объяснению. На самом деле, такое вот странное отношение к тому, что ты делаешь, у художников Белоруссии, как-то вот оно очень распространено. Вот действительно, как у кого не спросишь, ну, вот ничего нету. Или какие-то такие вот отголоски, или и то, то не про то. Вот, как, допустим, фотографии Агнатия Хацкевича с этой выставки «Производы вместе». Плисанов говорит, что это Аня, это было во время съемок, потому что его зовут Ралликин. Это другое. Оля Сазакина говорит, нет, это была вот выставка в Троицком предместе. Да, вот это вот как раз-таки выставка информала. На самом деле, вот что сложно, это то, что вот тут вот вычленить, то есть на этой фотографии ничего не написано. Да, какой-то еще фотографии, или хотя бы несколько, нету, где можно как-то, да, доказательно уже сформулировать, что да, это вот то-то, то-то, и происходило там-то, и там-то. То здесь, как бы, приходится полагаться на вот эти воспоминания. А видишь, воспоминания ухажут свои. Ухажут свои. Ухажут свои. Ухажут свои. Ухажут свои. Ухажут свои. И в итоге, тоже недавно я столкнулась с такой проблемой, когда в Минске было две организации форма. Ассоциация форма и неформальное объединение форма. И тоже начали спорить о том, что одно ли и то же это, или это две разные организации. И нет, мы не будем доверять Андрею Крисанову, и вот мы будем исключительно ориентироваться на, допустим, Валентину много там воспоминаний, что была вот только одна форма. Но у Крисанова есть документы, есть список художников с подписями, в которых там написано и формально ассоциация, творческая ассоциация форма. Но вот на основании этого документа я могу говорить о том, что да, такая ассоциация была. А что там? У кого что? То, что вспомнил, то, что не вспомнил. То есть, это, конечно, очень большая проблема. А вот есть еще вопрос. Да. Каковы были, скажем так, взаимоотношения с советским КГБ на каких-то арцовщих? Ой, знаете, ну вы прямо так меня огорошили. Нет, почему? В Москве и в Советском Союзе были сильные проблемы, раз связаны с политикой. Ну, смотрите, то, что касается, там, допустим, Москвы, как бы, да, и Ленинград, это Москва-Питер, это вообще немножко отдельная история. Так все происходило 20 лет раньше, если мы говорим о нонконформистском движении, да, антеграунде артистическом. И опять же, в 80-е годы, ну, условно, когда все стало можно, наверное, мы не можем говорить о нонконформистском движении, но конформистском движении, но конформистском движении, и антеграунде, мы можем говорить о них на такой вот, как бы, в оригинальной среде, в которой вот эти вот художники вот в этой среде, как бы, существовали. То, что касается Питера и Москвы, там вообще сформировалась вот с конца 60-х вторая культура, отдельная, вторая, подпольная культура. И в каких-то отголосках до Беларуси, это то, что только в 80-е. Но не будем там уже брать, да, в качестве таких вот индивидуумов, и одиночек, там, в 70-е годы, то есть это было буквально несколько человек, наверное, то есть мы не можем говорить о том, что была некая тенденция. Да, если в Питере и в Москве это была тенденция, это была сформирована целая вторая культура, альтернативно, официальной, и очень сильная, и очень большой, действительно, публичностью. Я имею в виду там очень, как бы, там было садистанно большое количество людей, не только художников, да, во-первых, это были и художники, и там, и были философы, и были социологи, то есть это такая, очень такая мультидисциплинарная среда, и действительно очень-очень-очень серьезно как бы артикулированная, то есть они уже на тот момент, на момент 80-х, у них уже помимо, как бы, помимо вот этой вот, как бы, второй культуры, у них уже была создана и, как бы, рефлексия того, что происходило, да, то есть были были издания, да, то есть по 90-м годам они уже пришли со целыми антологиями этого искусства, антеграундного, ну, фармийского искусства того времени, то есть про головысть мы такое не можем сказать, если только в конце муевых мы начали постепенно, да, как бы, возвращаться к 80-м годам и пытаться инвентаризировать, да, то, что происходило тогда. И, конечно же, кто-то умер, кто-то уехал, кто-то имеет свою интерпретацию событий, которые происходили. То есть, на самом деле, вот разобраться вот в этих очень разных и очень таких многоголосных нарративах очень сложно. То есть, с одной стороны, это, конечно, хорошо, что у каждого есть интерпретация, своя интерпретация истории, но, с другой стороны, как бы, ну, исследователь должен так объективно смотреть на ситуацию, да, вот есть документы, есть фотографии, есть восприминания, но они очень разрослены, то есть, в них можно запутаться и, действительно, что на самом деле происходило, вопрос большой. Если вы говорите, что в 80-х, а потом вы как бы... Нет-нет-нет, в 90-е годы как раз-таки и явились каким-то таким обещанием на будущее, потому что как раз-таки в это время начала происходить институализация современного искусства, появились галереи. В 92-м году появилась галерея «Шестая линия», которая просуществовала в 98-м году. Два года спустя, если я не ошибаюсь, появилась галерея «Авэ», такого скульптора, художника Воробьева. Потом она переформатировалась в галерею 24. То есть, на самом деле, там было создан ряд галерей, которые, какое искусство и показывали, которые работали, работали с современным искусством. Это были другие выставки совершенно. Это была не только институализация. Вы знаете, современное искусство, оно не может развиваться нигде, просто существовать так эфемерно где-то, виртуально. Должна быть некая площадка, которая фиксирует, которая отслеживает, которая модерирует. современное искусство, оно производит эти самые смыслы. Оно производит площадку для артикуляции, для актуализации контекста, в том числе и того, который в данный конкретно временной премьерной времени окружает. А реализовать это все можно, только на конкретной площадке, в неком физической оболочке. В другом это существовать не может. И опять же, сюда вместе с этой институцией приходят кураторы, это были действительно первые такие очень серьезные заявки на формирование института кураторства в Беларуси. То есть, Оля Копенкина. На самом деле, там действительно была возможность, было такое потенциальное обещание на то, что что-то будет меняться и что-то будет происходить. к сожалению, в 2000-м нулевые мы вступили вот с этими двумя нулями. То есть, в принципе, галереи практически не осталось и фактически не осталось в Минске. Да, только где-то вот ближе к середине нулевых появляется галерея подземка, предшественница галереи «Ум», который вот сейчас работает в Минске. То есть, пространство, в котором действительно постулируются проекты современного искусства, кураторские проекты в том числе. Поэтому вот этот вот такой вот гэп в несколько лет он очень много. То есть, в принципе, вот это обещание, которое мы получили в 90-е годы в нулевых, оно как бы растворилось. и некой преемственности оно и не получилось. Просто люди уехали. Люди уехали и галереи закрылись. Как бы особо ничего не получилось. И опять же, очень важно галерею забыла «Норма» сказать, галерея визуальных искусств, которая, собственно, до 2011 года так или иначе до 26-го года существовала. И действительно было и Витебске были, было информейшн фестивали, были соляные склады галереи. И не знаю, в Бресте была ли какая-то галерея в это время, в 92-х лет или нет. Но тем не менее, тем не менее, вот какой-то такой вот подъем, какое-то такое обещание на будущее было, но оно, к сожалению, не реализовалось. И в итоге на сегодняшний день мы имеем такие вот очень разрозненные сведения, скорее даже. Это как раз таки галерея шестая линия, это вот попытки, первые попытки институализации современного искусства, на мой взгляд, очень важные, которые тогда были осуществлены. Это как раз выставка Олеся Родина, 1904 год, два года спустя, это вот, как галерея вообще запустила свое существование. Вот такая была художница Светлана Зяткина в 1905 году, экспозиция ее выставки. А как раз таки Тимофей Резотов, Карамат Санголина, один из таких важных проектов его творчества. И опять же Андрей Воробьев, основатель галереи АВ, потом 24, вот здесь его экспозиции высказывания о галереи Шестая Ленина. Такие были заметки. Электрическая не знаю, что возьмем какие-то подозерные к Москве, как подозер и подозерная выставка, да, известная 67-го года. И на самом деле, вот эти попытки какой-то степени даже может быть не инвентаризация, как-то образом как бы зафиксировать то, что еще осталось, то, что еще есть. Были предприняты в том числе и журналом «Партизан». Был вариант проектов, которые они реализовали, реализуют сегодня. Это и альбом, посвященный Горусскому альбарду 80-х годов. Это соответственно и коллекция «Партизана», которые собирают артефакты и творчество такими персональными монографиями художническими. Вот допустим Михаила Голина и Тони Слабончикова и Артура Клинова. Вот вышли такие монографии. Готовится монография Людмилы Русовой. Буквально она должна скоро выйти. То есть в принципе этот проект и сам является таким артистическим проектом, артистическим высказыванием Артура Клинова. На мой взгляд этот журнал он как бы сам такой артефакт. Его сложно читать, но тем не менее он действительно наверное мне кажется единственный в Беларуси, который в Минске по крайней мере который таким или образом рефлексирует то, что происходит в современном исповеди сегодня и каким-то образом восстанавливает эти истории. А это часть экспозиции Беларусской авангард 80-90-х это тоже какая-то попытка в какой-то степени во-первых левитимизировать этот термин беларусский авангард в контексте именно беларусского современного искусства. А с другой стороны попытка показать зрителю который неиспалован то есть для зрителя допустим вот музей современного искусства это в принципе была в какой-то степени открытия увидит такое искусство и при том учитывая что это искусство не сегодняшнего дня это модернистское искусство 90-х годов. Да вот Игорь Кушкоевич и поверхность Сергея Ломшана Людмила Лусова Артур Клинов ну как раз таки вот какой-то срез того искусства которое существовало которое было в 80-90-х годах который не остался ни в коллекциях ни в художественном музее ни в музее современного искусства да то есть в госпорственной коллекции он остался только в частной коллекции но по большому счету увидеть его просто публично очень-очень редко где можно только вот на каких-то таких вот выставках и вот опять же возвращаясь к 2000-м годам возвращаясь в нулевые был до сих пор существует такой проект как новинки это международный фестиваль перфоманса который как раз таки и проходит под кураторством Виктора Петрова вот она сейчас на слайде во время своего перфоманса 2011 года Тайна проходит как раз таки с конца 90-х годов в Минске но опять же созданный для зрителей ангажированных в тему интересующихся темой перформативных искусств перформативных практик не работая не расширяя вот эти вот как бы зоны своей публичности к сожалению превратился в такой проект для своих то есть в большинстве своем в принципе приезжают практически одни и те же люди и приходят смотреть тоже практически одни и те же люди нужно отдать должное вот в качестве примера еще один перформанс 2004 год и тоже интересно вот на сайте у фестиваля новинки есть сайт на котором все зафиксировано все обозначено есть интервенции в том числе городское пространство есть перформансы это все сфотографировано но почему-то нигде нету имен вот есть перформанс 2004 года который состоялся в Минске кто это нет сражение ну это просто да вот как бы к вопросу это хорошо вот Виктору можно позвонить и спросить вот видите кто-то там у тебя был в 2004 году и с кем там у тебя были проблемы и потому что ну конечно же это не санкционированный выход в город это совершенно не без всяких confirmation со стороны городских властей ну конечно же потошла милиция конечно же были какие-то вопросы и проблемы это спереково полосы в центре Русинска но надо еще отдать должное конечно пространство все-таки публичное городское пространство 2000-х оно было протестировано и были здесь также интервенции которые исходили и от институции конкретно как допустим вот этот проект Олеся Кудряшова какой-то паральная инсталляция в одном скверах в Минске коридор вечности он был осуществлен в рамках артгорода это большой проект института который он проводил в течение года не только в Минске это был большой проект такой региональный в Ленинграде и в Москве и в том числе в Минске Минске победил проект Олеся Кудряшова коридор вечности в течение нескольких месяцев вот эта инсталляция была в стреле опять же не могу не обойти вниманием еще одного художника это Михаил Гули здесь слайд посвященный его проект Норка который он сделал в 2011 году но я бы хотела упомянуть его работу чуть раньше сделанную тремя годами раньше тоже в Минске это акция посвященная критике гомогенизации в обществе которая на тот момент только разворачивалась сегодня достигла уже такого апогея называлась называлась акция я не я не партизан я не гей я не америкос когда художник выходил соответственно одевшись если я не гей то есть он был раскрашен в каком-то платье с табличкой я не гей я не партизан с табличкой я не партизан на немецком языке я не америкос ну то есть в таком плане а вот эта инсталляция она как бы наполовину инсталляция половина интервенция вот такой вот объект очень такой странный напоминающий норку перемещалась мобильная объект перемещался по городу и поскольку знаете я не знаю может быть это такая ментальность может еще что-то дать возможность просто горожанину где-то высказаться так он эту возможность вряд ли воспользуется но если дать возможность ему где-то спрятаться то он вот ею и воспользоваться большинство конечно людей отзывались и прятались в этой норке но были в основном женщины которые использовали ее как трибуну то есть они вылазили из этой норки и рассказывали что называется о навалевшем это действительно было очень интересно наблюдать с одной стороны каким образом люди реагируют и как они этой личности сторонятся и как они боятся и как они прячутся вроде бы казалось бы а с другой стороны как уже видимо человек приведен до определенного края для него это какой-то акт артерапии какой-то психологический разряд и просто выходит и говорит потому что уже никто не слушает потому что уже никому не нужно не интересно а здесь есть такая есть такая возможность и совершенно невозможно было обойти поскольку я сегодня нахожусь здесь в Бресте и очень очень интересный момент у меня почему-то вот эта акция которая вот этот хэппининг он синхронизировался правда не по времени а по такой по интенции его участников с хэппинингом или акцией которые в далекие 80-е сделал Геннадий Хацкевич тоже первомайская демонстрация тоже лозунги цветы и выкрикование вот этих вот всех там этих советских слоганов но вместо того чтобы явиться вот как нужно с транспарантом цветами Геннадий Хацкевич приходил с тянкующей собачонкой волочаю на пререзе и кричал лозунги такие слоганы что-то вроде да здравствует моя мама все учиться все за учебу все за учебу на учебу все ликвидируем безграмотность каким-то образом сбить вот этот вот да такой вот героический пафос официальный этого праздника и в итоге получилось совсем другой не торжественный митинг не выступление целого города а действительно другое пространство другое взаимодействие по-другому интерпретированное пространство рекреации или как можно ее назвать мне очень понравилась картинка этот свободный театр мастерства для народа для нормальных вот наши герои поэтому такая вот эстафета из прошлого да совершенно может быть как в каком-то там в одном метальном пространстве может быть или еще там но тем не менее вот так у меня по крайней мере чуть-чуть это все синхронизировалось и уже так под конец как бы завершая я хотела показать несколько слайдов совсем другой стратегии которую используют художники в том числе и не только художники но вот стратегия выхода в городское пространство это стрит-ар и здесь несколько примеров из Европы и Америки и Канады это Road Wars и здесь как раз таки идет тема внедрения в горизонтальную поверхность города есть как бы она так трактует вертикальная поверхность стены и горизонтальная поверхность дорога 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 или это самая горизонтальная поверхность наиболее санкционирована наиболее закрыта для внедрения наиболее регламентирована она несет на себе большее количество табу запретов и больше конечно вызовов для художника каким образом можно здесь взаимодействовать но опять же Road Wars находит вот такой вот свой свой путь где-то где-то иронизируя где-то сбивая траекторию где-то заставляя заметить увидеть изменить маршрут или замедлить движение замедлить вот этот вот нескончаемую ежедневную гонку в нашей повседневности это мексиканский художник Пабло Дельгата в Лондоне здесь он действует уже в той самой вертикальной плоскости вертикальным условиям но опять же демонстрируя некую такую параллельную с одной стороны и с другой стороны такую незамечаемую остающуюся всегда где-то за границами видимости сферу это допустим лондонские проститутки вот он их таким вот образом проявляет делает делает виденными на самом деле это трапареты это рисунки которые вырезаются потом наклеиваются на стену единственное что здесь рисуется это тени это такие миниатюры маленькие и тоже что интересно по широкую публичность эти работы вышли через интернет то есть появившись в интернете ознакомившись с ними люди потом когда пребывают в этом самом городском пространстве они начинают этот поиск вот этих вот маленьких жителей такого другого другого лондона и здесь не только вот эти вот совсем такие вот закрытые зоны которые открывают художник здесь в том числе и история самого города здесь и джек-потрошитель кого там только нет каких только там нету персонажей и еще один художник он из Австрии Филс который занимается такими наполовину скульптурами наполовину скульптурами сприт-артом это как правило такие большие портреты которые буквально продалкиваются в стене наполовину скульптура наполовину изображения где-то такое само называет это археологии то есть он как бы докапывается до других слоев он так говорит до других слоев города потому что здание в течение своего жизненного цикла оно потерпевает определенное количество изменений оно покрывается определенными слоями как и сам город его его история его легенда да вот покрываются вот очень различными неративами так и здание архитектурные памятники тоже покрываются он пытается таким образом вот как бы через деконструкцию да вот найти вот эти другие слои другие другие истории докопаться до какой-то вот истины которая была она прошла была и она скрыта а это уже был русский стрит-арт дело в том что за свой такой жизненный цикл оно прошло по мнению некоторых исследователей таких три волны вот мы сейчас находимся в рамках третьей волны первая волна была связана с больше наверное с Минском и с стеной славы на окраине города собственно и завершилась сеть 2002 2005 год затем все что касалось фестивального движения которое было впервые в фестивале стрит-артистов были приведены как ни странно в Гомеле а потом уже в Минске и несколько действительно таких вот важных групп которые допустим вот эта группа в Бресте в начале двухтысячных год действовала Чуй Иван в большей степени это первая группа которая использовала трафаретную технику ну здесь они скорее облекали в изображение в картинку свои политические взгляды гражданскую позицию в таких вот лозунгах группа Байстенцел из Минска это уже немножечко другая другая стратегия это как бы вписывание в пространство красный дворик известный в Минске революционно-революционный уже чуть-чуть по-другому обыгрывание контекста архитектурного контекста города Маратти кто ну это вообще очень интересный человек который просто вот эту символику вида программы вот обозначивал маркировал большое количество зданий маркированных в Минске что для чего почему просто так ну тем не менее известная им гипсовая сделанная им гипсовая гипсовая ботина он стал каким-то таким даже неформальным символом Минске а это то что то каким образом вот эта вот фрит-арт-культура и вот эта стратегия высказывания на улицах помещается в балерейное пространство возвращается как бы в музей и здесь получается допустим у Андрея Пусла целый цикл это выставка которая некоторое время назад проходила в галерее У и была она посвящена и ориентирована на три основных цели первая цель это проявить вот эту фрит-арт-культуру которая уже давно существует в городе но которая остается практически не известной невидимой для большого количества людей во-первых потому что ее просто закрашивают стирают то есть ее как бы следы она не оставляет следов а с другой стороны она сама по себе не вечно она просто разрушается от времени от каких-то внешних обстоятельств и условий а второе это внести в современный контекст вот эти вот образцы в данном случае такой ренессансной культуры да то есть здесь берется узнаваемые картины герои картины изображения эпохи возрождения в какой-то степени для Андрея Кусла это стало неким таким почерком неким таким брендом художническим и третье по интенции куратора это было каким-то образом погружение в такое пространство арт-рынка белорусского ну без формы но тем не менее вот такая интенция была неожиданно и на самом деле можно конечно говорить бесконечно по этому поводу тем более что сейчас то что касается стрит-арт-культуры да ну как мне кажется она находится под там несколько угроз а первое это компенциализация да то что сейчас происходит в Западной Европе в Америке помимо того что вообще современное искусство компенциализируется это уже превращается в некий продукт и вносится исключительно как нечто обладающее определенной стоимостью но не символической а вполне себе конкретной другое это то что современное искусство используется в качестве неких пиар технологии да политического пиара в большей степени больше это очень сейчас актуальная тема актуальный вызов и третье это то что вот такое свободное искусство свободное высказывание как стрит-арт то есть граффити стрит-арт которое и доступно всем и производиться может всеми да каждый может после себя оставить стэк или каким-то образом отреагировать и высказать на то что он видит не знаю какую-нибудь там трапарет картинку или инсталляцию стрит-артиста в городе это доступно это понятно оно рассчитано на всех а не только на подготовленного зрителя но когда выделяются определенные ну грубо говоря реликтивные пространства строки но вот здесь вы можете сделать вот подъезд вы можете расписать но вот вы там нам заранее предоставьте пожалуйста эскизы что вы собираетесь там делать ну и так далее и так далее то есть на самом деле теряется как бы сама сущность этого этого искусства и еще может быть во что его превратятся со временем те же люди правда и которые только со временем приорбитывают формы настоящие вы знаете на самом деле на самом деле высказывание художника в той или иной форме в той или иной медиа оно же может быть очень по-разному интерпетировано куратором который собирает этих художников арт-критиком который потом прописывает даже к тому о чем вы тоже говорили что есть есть люди нету фамилий полных нету изображения да и собрать сегодня картину трудно пусть в конечном итоге будет всего много чтобы потом это было правда из чего собирать следующее то что будет в тысячи там в тысячах но в любом случае это получается такая вот мозаика с белыми квадратиками да в любом случае восстановить уже как бы объективно очень сложную историю даже тех же 80-х годов вы знаете вот вроде бы такое близкое прошлое ну это и есть наша история но опять же здесь тоже знаете как вот история вообще там история это интерпретация да событий которые и так далее которые прошли мимо да уже то что прошли мимо которые состоялись в любом случае и состоялись да и конечно и то каким образом мы это интерпретируем какие смыслы мы тут охватываем какой свой опыт мы используем при опознании того или иного ивента да события в истории то есть все от этого тоже очень много зависит то есть на самом деле это очень субъективно чтобы следующее не попадать в десятилетие мы должны сейчас быть буквально просто клопнули ко всему что происходит а то опять выпадет он будет оказывать что он белорус и что у нас и что еще в центре Европы случайно между прочим да ну да и поэтому как мне кажется публичное пространство и публичное искусство оно как раз таки и формирует эти вот самые сюжеты и нарративы и вот эти вот позиции интерпретации каким образом мы зрители или мы художники говорим о том что здесь и сейчас сегодня происходит и каким образом мы это делаем погруженным не только в место как бы да в локальное контексте в место в которое мы живем каким образом мы это синхронизируем с тем что происходит еще насколько мы герметичны насколько мы вот эти вот выстраиваем границы непрозрачные отрицая какое-либо влияние извне и на вне находясь вот этой вот в этой маленькой стране как будто в центре Европы но не на магистральных путях истории на которых эта история пробируется но тем не менее свой голос тоже имеем и по большому счету то что здесь происходит и в том числе в современном искусстве оно насколько же важно насколько и то что происходит на этих самых центральных других территориях спасибо вам большое я еще хотела еще призвать вот о том о чем собственно было сегодня лекция что очень много очень большой как бы историю утерян не знаю в случае каких-то авагардинных каких-то каких-то подпольных выставок или событий он просто уже почти утерян и мне интересно заниматься музеем какой-то обшиваться это вообще заниматься и кто-нибудь делать что я недавно столкнулась с ней что надо бы пишу статью о белорусской презентации доставки на выставках в Польше там 90-х 2000-х и начало 90-х уже невозможно восстановить что это призывается и все настолько мелодизировано и должно быть противоречить ни каталогов ни текстов вообще никакие факты а только никакие байки интерьерденты что я как будто в 91-м году была огромная там для артиста и как бы сейчас это еще можно заниматься или вообще в этом институте и тот сайт который сейчас работает может быть ты знаешь Беловатгар там как раз попытка архимирования и анализации всей той информации которая была собрана по персонали выстроится как раз таки Толя занимается очень серьезно на самом деле я могу только так я могу только так сказать в музее возглавляю отдел выставок и выставочная деятельность на самом деле по факту получается достаточно важной поскольку основной плиток вот этих самых произведений артефактов как раз таки с выставок или может быть даже закупки с выставок и как правило таким образом фонды формируются Я думаю, какой политики такой продуманной театр в европейских музеях да где сидит несколько человек специалистов которые организируют историю искусств нет есть допустим всякие фондовые закупочные комиссии и так далее и так далее которые как бы формируют предложения вот такие-то такие-то работы из каких-то выставок допустим подслеживаются в той именно степени выставки которые в Минске проходят не только в Минске в Минске в музее в каких-то площадках площадках городских которые демонстрируют так или иначе так и выносят предложения что такие-то такие-то работы мы предлагаем закупить в музее если есть такая возможность как правило фонд формируется за счет подарков художников которые делают в течение года а эта комиссия она осталась судить с проблема не знаю образования экспертов но это большая проблема давайте я все расскажу я тюрьму 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 конечно когда вам надо когда только будет возможность в Беларуси в Беларусском обществе сразу же выставка в современном искусстве в 80-х и 90-х все тащите фотографии будем накупать а все фотографии которых нет пригласить деятелей современного искусства уже в 10-х в 10-х чтобы они отфиксировали события в 80-х и 90-х годах прямо в кучном зале вы думаете что такая у нас активная публика которая открылась следить за такими новостями во-вторых она приходит делиться информацией знаете я очень долго с одним коллекционером общалась просто для того чтобы его просто для того чтобы посмотреть что что у него вообще есть готовят одну выставку как раз таки этого художника того времени который еще был живой но тем не менее очень больших трудов мне удалось добиться распечаток черно-белых вот таких вот маленьких работок вот этого автора без коллекции этого коллекционера и на самом деле ну не так много ну нет такого большого количества людей открытых на такого рода взаимодействия но я знаю что в 1994 году в Брессе была выставка посвященная военна и современной государственности и люди носили фотографии в Коломке были ниже и так далее все были на время высадки для того чтобы посмотрели зафиксировали и носили фотографии и на то что касается таких личных семейных архивов мы делали в совсем недавно музей проекта архив свидетель войны который на материале фото материале первой мировой войны да как бы ну инициировал вообще тему войны проговаривание тему войны на тексте опять же тех событий которые вокруг нас сейчас происходят что такое человека война сегодня каким образом реагирует на боль других да как это трагматично как он это все помимо того что рефиксирует только на выделяет да и насколько беда другого соседнего государства насколько она является как бы его болью место для высказывания находится для всех и за одну ночь я понимаю что с одной стороны это угроза вандализма но с другой стороны это в какой-то степени ну мне допустим это интересно в качестве какого-то скана ситуации в городе сегодня каким образом люди реагируют на еврейский новый год да или как они реагируют на то что происходит в украине да то есть они вот таким посредством вот этих вот стратегий не так высказываются любые любые люди в том числе художники но когда говорят что вот у вас есть стена и вы можете здесь высказаться ну пожалуйста предоставьте эскизы заранее тут теряется просто вот это ну то есть она сводится на них и превращается просто в некую такую заказную очередную работу которую тоже не может получиться даже не больше заказную а то что разрешили то что позволит да ну конечно не личное мнение только то что разрешили оно всегда может быть немного другим именно помнить на самом деле есть графы есть графических подтекter которые работают в блеске и питерские и он делает не официальная графика то же самое на реальных в 됩니다 в captures остров muito позвала circulация я же знаю Вы говорите, что если это официально, то пропадает какая-то суть вообще граффити и всего остального, что идет по этим искусствам. Получается, что он в суть-то не пропадает, просто он, допустим, большую стену выбивает каким-то образом официально, делает все сам, делает в своем стиле, то есть он не подстраивается по власти. Он не подстраивается по власти. Он не подстраивает, он может его спрятать. А я не знаю, что он не совмотит его взгляд, это его взгляд прослеживается в его всех работах. Взгляд нацепный на богологию или еще что-то. Он это же не делает, в принципе. То есть это тот же самый протест. Но он делает это официально, дает жизнь своей работе, в принципе. Эта работа живет или ее не закрашивает, или на фоне ее фотографируется и делает это целый экскурсий политический. Простите, пожалуйста, то есть у него гараж, смотрю, не моего рода? Нет, у Витерска есть еще группа, которая называется «Кунграх». Они делают трансформаторные будки. И делают на самом деле на очень высоком уровне и с очень классным качеством. И то, что они сделают трансформаторные будки в Витерске, повлияло на составление даже целых маршрутов по этим трансформаторным будкам. Они того стоят вообще. Они того стоят. Но опять-таки расценить это как искусство или как по заказу. Они делают по заказу. Эти же ребята начинают бомбить Москву и Питер. И уже после Питера знают о них. Они же начинают сотрудничать с другим рейтером в Америке. Это же тоже можно рассмотреть как искусство, правильно? Нет, но знаете, на самом деле это все, мне кажется, должно быть с таким индивидуальным подходом. Но вот вы говорите про предок, который делал в Витерске, который делал в Бресте, который выбивал эти пространства, возможности быть в стены, в том числе и в Бресте. И как он высказывался о сложности, к кому что предодвижит. Вообще, на самом деле, для меня показательный вот этот момент, кто разрешает. То есть в Витерске, да, вот я там прихожу, вот так-то, вот такие вот условия, да, и я как-то там работаю. А в Бресте, получается, вот кто решает, куда можно, где можно, где можно. Это вот непрозрачность, это вот структуры тоже. Он делает не только там, где кто решает. Он делает, допустим, на старых разрушенных зданиях, где, как бы, в принципе, у вас есть решение глухо, но на некоторых его останавливают, да. Он делает для них какие-то в виде там своих птичек, да, но, опять-таки, я считаю, что он тоже художник. И его, как бы, границ можно расценить как искусство. Хотя, как бы, на половину он официальный, на половину нет. То есть, это очень высокая какая-то шутка. Здесь вопрос, да, продумайте, что конкретно там есть, да, что конкретно произведено вот этим человеком. И как это, как бы, канонтировать к месту, к контексту, не знаю, там, ко времени, ко всему остальному. Потому что, на самом деле, стрит-арт в Беларуси очень разный, да. Там есть и прямые политические высказывания, там есть и критика масс-медиа, как бы, такое социально ориентированное, да. Там есть и очень такие, которые, как бы, просто выстраивают среду. Те же самые трансформаторные интернет-гутки, те же самые детские площадки. И потому что им заказали, потому что они, вот, как бы, пришли решили, что вот они сделают так. Они нарисуют, вот, как бы, сделают вот такие... вот такое вот пространство, да, как бы адаптированное, не адаптированное, вписанное и не вписанное. Ведь техники стритата сегодня — это огромные, огромные вариации количества. Вопрос, точнее, не такой сложный, потому что вы показываете трапореты в Минске, да, социальные, да, но они показываются трапореты скинхедов, правильно? То есть, ну, что, в принципе, мы можем рассматривать трапореты скинхедов как искусство, правильно? Ну, знаете, здесь, на самом деле, мы говорим, что мы не помешаем, как бы, в пространство искусства все, допустим, что происходит в городе, да, то есть нам, давайте мы просто остановимся для, такое вот, не требующее тестирование, не требующее доказательства, мы вносим в музей, мы вносим в галерею, в белый куб, вот, да, это является, как бы, искусством. Но то, что мы вносим, как бы, в город, мы не можем, как бы, говорить о том, что все, керамовод является высказыванием. Которое потом может превратиться, да? Которое потом может, может, нам быть, опознанным искусством. Да, искусство. Получается, искусство превращается в то, что решают какие-то люди, будь то искусство в лице вас, или будь то власть, да, в лице власти, так сказать, да? И, допустим, рассматривать трапореты скинхедов я не рассматриваю это искусство. Я считаю, как можно играть. Но рассматривать трапореты, как бы, художников, это можно считать искусством. Хотя, опять-таки, я прав только со своей стороны. Именно. Вопрос в том, кто решает это, да? Кто производит это? Получается, что нет конкретного ванны. В центре, в лице вас или в классе, честно говоря. Ну, и нет, то нельзя оценивать, что вот это искусство, это нет. Я имею в плане граффити, и в плане трапоретов, и в плане это. Потому что трапореты тоже бывают разные. Есть в мировом, там, контексте перестанных бекет. Да, там. А, допустим, есть ландализм в плане советской улицы, когда тегами запомнили, просто, ну, испортили, ну, вообще-то, да? И виноват, на мой взгляд, принесли, как бы, должное назначение, да? То есть, очень вопрос странный. То есть, и недавно, на мой взгляд, говоришь, что это не искусство. Официально разрешенное. Угу. Не, на самом деле, допустим, я как куратор, вот со своей стороны, да, я могу сказать о том, что в качестве там, как бы, анализа некой ситуации, некого такого скана, как бы, да, вот такого родского пространства, я могу использовать любое высказывание, да, которое, допустим, мне необходимо для того, чтобы сформулировать, да, как бы, свое высказывание, не буду критическое или, как бы, ну, любое, да? То есть, я вот беру, грубо говоря, вот чужие высказывания и делаю некий срез, говорю о том, что вот в таком-то городе вот таким-то образом реагируют на то-то-то-то-то, да, как бы, погружая в контекст этого города и в то, что происходит сейчас здесь и сейчас, да, и помимо того, что я модерирую вот это вот символическое настоящее, да, я, как бы, модерирую в том числе и сценарии будущего, да, то есть, если, допустим, вот, как вы говорите, вот такие вот, там, теги или такие, там, граффити скилкеток здесь существуют, то почему они здесь существуют, почему-то таким образом эта культура выливается в городское пространство, как она выливается, каким образом к этому относятся люди, которые здесь живут, каким образом это относятся власти, там, городские, да, которые замазывают все, в том числе искусство, да, там, условно, допустим, опознаваемое вами и вот такого рода вещей. То есть для меня это в какой-то степени, там, более для, как бы, для анализа, да, анализа не только того, что вот эти вот люди высказались, вот они высказались так, там, красиво, некрасиво, в тему, в тему или как-то иначе, а то, что они вообще, как бы, вот высказались, да, и почему вот это было сделано, почему это существует до сих пор в течение месяца, двух месяцев, там, года, да, почему это не пропадает со стен, почему это не закрашивается, почему это не не превращается в этот белорусский фуприматизм, да, там, жесовский, да, вот эти вот квадратики и так далее, вот. То есть для меня вот в этом, ну, проблема, мне вот это интересно, да, почему оно существует, почему вот это вот, вот, такое высказывание появляется здесь, вот, а не как бы факт его принадлежности, искусство не принадлежности. На самом деле была такая вот у нас дискуссия в этом году, в Белостоке, в Арсенале была большая выставка, посвященная миграции, всякими вопросами, связанными с мигрантами, беженцами и так далее. И на этой выставке присутствовали очень разные произведения, в том числе, которые, ну, некоторые меня познаются как искусство, да, там, интервью с беженцами, это что, как бы это, это видео-арт, это, ну, и там действительно возникла дискуссия по поводу вот этих вот рамок, есть ли вот эти рамки, за которыми искусство перестает быть искусством, превращается там в демонстрацию гражданской позиции, там, ну, что-то они могут быть. Вот. И аккатор выставки сказал, что сегодня искусство может быть всё, может быть опозвано всё. До сих пор ко мне как коллекционер приходит и говорит, ой, а у меня там такая-то, такая-то. Я целую выставку на шестой купил того-то, целую выставку я купил того-то, а в итоге я не видела ни одной хорошей фотографии и ни одной живой работы. То есть это всё дело в том, что, по-моему, слишком мало придавали, да, или не было возможности продажить слишком много. В смысле? А, купить, купить эти работы. Да, поэтому не показывали. Я думаю, купить, вряд ли он как-то протаскивает с работы. А с другой стороны, нет. Мы хотели делать просто выставку, там, художественно. А почему не дают нам такие работы? Я не знаю, как это. Не знаю, почему не дают. Чем, как бы, чем, как бы, чем, как бы, делать. Он и чем, я думаю, это не дают. Он, наверное, из объяснения причин. Спасибо вам всем огромное. Спасибо. . Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...